Например, те дети, которые обучаются здесь, в Италии, наверное, лучше, чтобы они обучались в школе. Во-первых, никакого обучения нет. Потом разрешается девочкам ходить, как бы вам сказать, без трусов в школу. Лен, послушай, как в Израиле обстоят дела. Вот у меня вот, Амир, кто для меня? Амир, кто это, а не для меня? Кто? Племянники? Да, короче, мои племянники. Короче, что они мне рассказали, как у них, я их спросил, вот как у вас обстоят дела в школе, на уроке. А у них училка, короче, включила там это, ноутбук там, и это, мультики. Включают и мультики, просто идут, и вместо того, чтобы обучаться чему-то, они мультики включают. Все смотрят, как дебилы, и ничего не делают, вот и все. Я не понимаю, Лена, как к этому можно относиться. Я лично негативна максимально в израильских школах. Я не знаю, как там в других, но лично в израильских школах я полностью категорически против. Я могу сказать, я вам расскажу, какая школа в Италии. Давайте начну с детского садика. Значит, детские садики нет у государственных, абсолютно. Есть только приватные. Может быть, один человек, который создал садик на каких-то, как бы сказать, на основе, потому что он хочет заработать себе денег, и это только с разрешения администрации, там, понятно, много надо разрешений. Ради Бога. Такой садик с трёх лет принимают детей, стоит на одного ребёнка в таком частном садике ну, около 500 евро в месяц. Потом в Италии только приватные садики, которые там монашки от церквей. Вот. Такой садик стоит 600 евро каждый месяц на одного ребёнка. Ты заходишь в садик. Значит, ты заходишь, как бы сказать, в такое помещение, как будто бы, я не знаю, но я думаю, что вот там, где анатом наш работает, наверное, более светло, красиво и уютно. Вы даже не представляете, когда я первый раз 20 лет назад зашла в этот садик такой в один, там у меня так получилось, что мне надо было зайти, я выбежала оттуда, я сказала, это неправильно, это что-то не то, это психушка для тяжелобольных и дебилов. Нет, это садик. Значит, ты заходишь в помещение, где ничего нету абсолютно, все стены облуплены, огромное здание, здоровые эти помещения. Всегда это те помещения, которые бывшие, я не знаю, бывшие дворцы, да какие там, черта, дворцы, какие-то бывшие помещения. Потом заходишь в другую комнату, тоже огромную, там дети и едят, и спят, и играют, играют совершенно на каменном полу, потому что в Италии только каменные полы, никаких ковров нету, абсолютно даже полос, ничего нету, они играют на полу, играют на полу теми игрушками, которые приносят из собственного дома. Нету никаких кубиков, нету ничего, а спят они, вот это самое интересное, вы даже не поверите, они спят на полу, спят, знаете, вот когда уходишь в поход, и берёшь такой вот этот резиновый коврик, или там, ну какой он не резиновый, а из какого-то другого материала тоненький коврик, вот на таком ковре дети в обед спят, не разуваясь. Подушка какая-то, та, которая из дома приносится, приносится какой-то одеялка, но одеялка это плед обыкновенный, обутыми дети спят на полу, на ковриках. Вот эти коврики один возле одного, те коврики, знаете, что аэробикой занимаются, вот-вот такие коврики, они спят. Вы знаете, я не поверила, я сказала, это неправда, этого быть не может. А на меня смотрели, ты что, дура что ли, Света? Это, ну, итальянцы, это же нормально, это так, потому что они другого не видели. Мой Сашка, мой Сашка, вот, когда он тоже увидел этот садик, он был в шоке, потому что у моего ребёнка был бассейн в Салихарде. Они два раза в неделю плавали в бассейне. У него был зимний сад, ну, с чучелами, ладно, были чучела всех животных, но там были и птички живые, там были и кролики живые, там был зимний сад. Когда минус 50 на улице, мой ребёнок ходил в зимнем саду, это в Салихарде. И спали, у каждого кроватка, у каждого была пижамка, туалетики для девочек и для мальчиков, маленькие сидения, это Салихард. Ну, ладно, мой ребёнок был, конечно, чуть-чуть в привилегированном состоянии, ладно, там был только один такой садик, но другие садики, хорошо, у них не было зимнего сада, и у них не было бассейна, только этого. А остальное было точно так же. Кормили, вы даже не представляете, как кормили детей, потому что есть собственная кухня. И зависело от поварихи и от директора садика, как кормят детей. Только из-за этого, если дать по морде хорошо поварихи и директору садика, кухня будет на высоком уровне. А в каком году твой сын родился? В 85-м. Ну, и в советские времена, значит, он ходил почти, в общем-то, ещё в советский садик. Да, в советский садик он ходил, да. Я хочу сказать Виталий. А в Виталии, значит, нету кухни. Запрещено законом иметь в садике собственную кухню. Есть, как они называются, такие огромные кухни, которые одна там, ну, они, понятно, не государственные, они все приватные, которые обслуживают разные столовые. Столовые, рестораны обслуживают. Они готовят пищу в закрытых контейнерах, в пластиковых. Вот монодоза уже готовые. Осталось их только подогреть и вот такие кушают. Кстати, и больницы тоже используются, пользуются вот такими кухнями. Это огромные производственные кухни, где выпускают вот такие дозы. Так вот, вот эти бедные дети, они едят только макароны. Макароны называются макароны альбьянку, макароны белые, в смысле без ничего. Обыкновенные макароны на воде отварены и все. И только чуть-чуть растительного масла. Вот, и макароны альросо, красные. Это сок помидорный, томатный сок сверху. Это такая гадость. Его, я не знаю, София и Тео такого, они не будут такого кушать. Вот так дети здесь, в Италии. И за это платятся вот эти церкви, 600 евро. И там вот эти садистки, они действительно садистки, эти монашки. Потому что это, ну кто они? Те, которые желают хоть один раз в три года получить бантик тот, кто работает, ну тот ксенц, или как его чёрто там называется. Вот вдруг он снизойдёт и даст свой бантик раз в три месяца. Они такие садистки, вы даже не представляете. Они ненавидят детей, никогда у них детей не было. Они никогда не были замужем, понятно, потому что они монашки. Вы даже не представляете. Они бьют детей. Это нормально. В другом садике бить детей нельзя. Там даже получше даже кухня, между прочим. Но вот такая кухня, вот такой садик, на полу спят. А если бы вы зашли в школу, мне надо будет сфотографировать обыкновенная нормальная школа и выслать вам. Так вы удивитесь, вы знаете, что в тюрьме, в обыкновенной тюрьме, советской, русской тюрьме намного уютнее. У детей они сидят на каких-то лавках и на каких-то типа стол. Всё, больше ничего нет. Есть доска. Всё. И иногда даже есть стол для преподавателя. Иногда. Часто даже нету стола. Никакого материала, никаких, не знаю, этих плакатов, потом подручный материал. Ничего нету. Абсолютно. Книги. Каждая школа может делать типа слайды. Сам преподаватель. Никому не надо. И когда один раз я пришла к преподавателю, потому что мне показалось, что мой сын прогуливает в школу, так оно и получилось, между прочим. потому что я видела сон, а я всегда только сны, с нам верю. Я пришла в школу и говорю, мой сын прогуливает в школу. Ой, откуда вы знаете? Я говорю, я знаю. Вот так оно и оказалось. И мне преподаватель, это классный руководитель, говорит, а вы знаете, а мне плевать надо. Ну, конечно, глаз на глаз. Потому что мне за это денег не платят. Почему я должен смотреть за вашим сыном? Вы мамаша, вы смотрите. Я говорю, да, конечно, я согласна, так оно и должно быть. Я говорю, ну, он в данный момент, он находится в школе, он ещё подросток, я вам его передала. Единственное, если он не посетил урок, даже ваш урок, почему нельзя написать в дневнике? Не надо звонить, напишите в дневнике. А он сказал, а мне всё равно. Потому что он ещё был и голубой, к тому же. Так что насчёт этого и после этого, это, ладно, это моё личное. Но это не только моё личное, это реальность, итальянская реальность. Вы даже не представляете. Я специально вам нафотографирую разных школ и разных садиков и вам отошлю. И вы посмотрите. Во-первых, в садик зайти невозможно. Кстати, дети в садике, они не имеют права выходить на улицу. Они целыми днями находятся в помещении. Во-первых, потому что нет вообще площадок. Такого понятия нету площадок. Они всегда находятся в помещении. Так что, например, те дети, которые обучаются здесь, в Италии, наверное, лучше, чтобы они обучались в школе. Во-первых, никакого обучения нет. Потом разрешается девочкам ходить, как бы вам сказать, без трусов в школу. преподавательницы, мужчины, они, ну, скажем так, 30 процентов, это мое наблюдение, они голубые, они пристают к детям, к мальчикам. Бабы, потому что это бабы, я не знаю, кто назвал слово баба, хорошее слово, это бабы, вот, они ходят, как они называются, вот эти трусы, стринги, да, или как они называются, юбки вниз, жир висит из всех дыр, зато стринги висят, и дети могут трогать за трусы, и есть, когда трогают за все места. Такое впечатление, что это целенаправленно, набирают преподавательский состав каких-то маньяков, целенаправленно. Потом сексуальное воспитание. Ладно, у нас не такое безобразное, как я вот слышала в Финляндии или в той же в Германии, когда Лена, ты рассказывала твой этот, как его, сын, твоей сестры. Слава Богу, слава Богу, им в 17 лет ни с того, ни с сего мальчишек показали фильм родов. Мой сын пришел, у него был животный рефлекс. он не мог спать там целый месяц. Он говорит, мама, этот свет появился так. Я говорю, во-первых, ты не ребенок уже, во-вторых, да, ты появился так. Говорит, это же ужас, это же так противно. Он себя сам себя ненавидел. Так вот, уже им по 30 лет, потому что моему сыну 31 год, из тех, которые посмотрели вот этот фильм, из его класса, там было 15 мальчиков, ни одного нету девочки. Ну и мальчика тоже нету, если он то пошло. Никто там, голубых там нету, но у них нету девочек. Потому что это такой шок, который они взяли, это вообще ужас. А девочкам это не показали. И девочкам разрешается ходить, во-первых, школьной формы такой вообще нету. Абсолютно такого не существует. они ходят в трусиках без лифчиков. И находятся в такой группе взрослых людей, которые преподавательский состав, которые все извращенцы. Это не одна школа, где у меня учился сын. И вот именно когда он учился, сделал вот эти два года в один год, хотя мне, кстати, не все же такие уроды, не все же такие скоты. А когда этот директор школы мне сказал, посмотрите, давайте сделаем в один год три года. Я говорю, вы что, вы смеетесь, как можно сделать? Он говорит, вы не переживайте, увидите, что он может сделать. И он не то, что у меня такой умный ребенок, это каждый самый тупой ребенок, потому что он родился таким, каждый ребенок может это сделать. Это потеря времени, школа, это потеря времени. Те необходимые знания, я не знаю, что земля круглая, шарик, он может, я могу ему даже сказать, не обязательно ходить в школу. Какие знания они берут в школе? Что есть Эйнштейн, что есть Фройд, голубой, и черт знает что преподает. ни одно знание, ни одно знание, которое правдиво, ни одно, и чему только учат. И потом, кстати, 16 лет в Италии до 14 лет ты обучаешься в школе, до 8 класса, только 8-летняя школа, государственная, которой ты обязан проучиться. Все, 14 лет, до свидания, иди работай. Деточка, у меня к тебе вопрос. Да. Вот смотри, ты говорила, что твой ребенок ходил, сыночек ходил в садик, и садик был очень хороший, да? Да. Вот в такой бы садик ты бы отдала бы ребенка еще бы раз или нет? Нет. В любой бы садик не отдала бы? Нет. Садик был действительно шикарный. Садик этот принадлежал только высшей элите. коммунистической элите. Это только для моего ребенка был садик. Там было их мало, очень мало детей. Это раз. Вот. Второе. Как бы, какой бы там садик ни был, с того всего время, что он его посещал, можно сказать, что две трети он все равно просидел дома. Он вечно был больной. Ради Бога. Это уже другое. Потом одна из преподавательств, как называется, служащих детского садика побила моего ребенка. Потому что мой ребенок, он решил, что не хочет сидеть на стульчике. Она должна была читать сказку, он не хотел сидеть на стульчике. Она его ударила сильно. А я в это время открываю дверь. А оказывается, потом уже, когда начала так потихоньку разговаривать, все вытянула из моего сына. Оказывается, она постоянно била не только моего сына. Ради Бога. Она била всех. Потому что она больная на голову. Потому что у нее проблемы с мужем, потому что ее муж гулял там, господин, это Салихарту, они все гуляли. Хоть чуть-чуть адекватный, в смысле, не пьяный, в задницу, они все гуляли. Так вот, она всю свою злость, ненависть она бы вмещала на дети. Я открываю дверь, она в это время как раз дает такую оплеуху моему сыну, что он падает на этот же самый стульчик. И у нее голова откинулась. Могла бы сделать его калекой. Светочка, это тебе просто не повезло. Понимаешь? То, что ты вот это увидела, все это раз, да, вот так. Да, я лично, у меня такая же ситуация, моя ходила тоже в садик, но это тоже было. Допустим, две недели ходит, две недели болеет. Две недели ходит, две недели болеет. Это понятно. Ну, это да, да, ради бога. Но, но, здесь, на реформу школы, нужен ли садик вообще, я думаю, садик вообще может быть не нужен. Лично мое мнение, я думаю, дети должны до 7 лет дома все-таки, наверное, сидеть с родителями, с мамами. А вот насчет школы надо подумать, нужна ли нам школа вообще или ее нужно просто-напросто реформировать? Она должна быть другая. Вот о чем, наверное, речь. А знаешь, Лен, ну да, да, сейчас нельзя говорить о том, что было раньше, как было раньше. Каким-то странным образом я вот чувствую и верю то, что вот эти места, которые сейчас называют церкви, это же были общественные места, это ничего не имеет общего с культом каким-то яхве. И когда собирались все вместе разного возраста, дети, взрослые, они были в одном помещении, и каждый вспоминал то, чего не знал, и учитель, учитель был индивидуально для каждого, ну или для всех, он рассказывал те знания, которые в данный момент ребенок или взрослый еще не знал, не постиг. Вот это, я не знаю, пусть назовем их волхвами, ради бога. Это не, это ситуация, я согласна, это не то. Но все равно каждому надо иметь другой, особый подход. Дети все разные, изначально, даже когда они рождаются, у них всех разные критерии понимания этого мира. Если придет даже вот этот завтра ребенок Индиго. Например, могу ли я на одной платформе одинаково с ним разговаривать? Может, он меня так пояс заткнет, что я ни слова не скажу. Почему я так говорю? Я тебе говорю еще раз и всем говорю. Я разговаривала с ребенком Индиго очень-очень близко. Это когда ты молчишь и ни слова не говоришь. И стараешься придерживать челюсть, потому что будет некрасиво. Передаю слово. Я лично считаю, что школу, конечно, нужно реформировать, что в том виде, в каком сейчас школа находится, особенно на Западе, это ужасно. Здесь в Германии, мне кажется, тоже не очень, не лучше. Садики здесь, я насколько знаю, до обеда дети здесь не спят и не кушают. Завтраки им родители дома готовят. У всех есть специальные контейнеры для завтрака. Детей не кормят в садиках. Так что в садике здесь вообще, честно говоря, вот эта система с садиками, она здесь не функционировала никогда. Вообще, как будто бы, знаете, вот этот капитализм, да, только на капитале замешан, и все. А как люди должны тут размножаться, где они должны работать, где они должны оставлять своих детей, это их никогда не волновало, понимаете, потому что капитализм, это против людей, конечно, понятное дело. Система садиков и система школ, когда у нас были школы полного дня, это было, конечно, в Советском Союзе. Вот я когда начала работать в 80-х годах, как раз-таки была система школы полного дня, и, в общем-то, мы там работали до 6 вечера, ну, обычно с младшими школьниками. Ну, допустим, нельзя же, вот родители работают до 6, до 8 вечера, а куда девать детей? И вот была группа продленного дня, продленного дня. Вот я тоже работала в такой же группе продленного дня, там не каждый день, конечно, потому что это очень тяжело, через день я там работала, и с моими же учениками, многие родители специально оставляли своего ребенка, даже если они были дома, потому что со мной, чтобы они со мной сделали уроки. Такое тоже было. Понимаете, просто нужно школу реформировать, то, что Света рассказала, это вообще такое извращение, что ничего не... Это извращение, это извращение. Да, это просто извращение, понимаешь, Света? Я же сама учительница, я же знаю, что это такое, да, я же вот сколько лет проработала, всю молодость считай, с молодой проработала учительница из 20 лет. В 20 лет, как закончила институт, и сразу пошла работать учительницей и в 4 классы, преподавать им русский язык и литературу. Тогда как раз-таки русский язык и литература был по 11 уроков в неделю, это очень много. Так что, поэтому, конечно... Лет, а также о детям, которые находятся на продлёнке, потому что родители, ну вот видишь, они тебе отдавали детей, чтобы сделали уроки. Но вот видишь, тоже дилемма, родители наплодили детей, это же ответственность, наверное, родители должны всё-таки тоже посидеть за теми же книгами и помочь ребёнку к изучению, ну заставить его изучать, а не спихивать всё на учительницу. Это тоже неправильно. А те дети, которые находились на продлёнке, я всю жизнь у меня была продлёнка, потому что моя мать работала. Ну и даже когда не работала, какая разница, лучше будет учитель, который проверит, потому что только девушки учителя были, которые проверят то, что ты написал или нет. Это такой ужас, это продлёнка. Для меня это, я так уставала, я никогда не могла сосредоточиться, чтобы сделать уроки. Единственное, это я списывала. Всегда был один самый умный в классе или самая умная, один по одному, другая по другому. И мы все хором списывали, мы были 42 человека нас, и на продлёнке было там, я не знаю, почти 40, там пару человек, которые ходили, ну, уходили домой, потому что были нормальные, адекватные. Светочка, ну, это же тоже по-разному, да, например, вот я, когда вела продлёнку, у нас, например, был такой определённый режим, у нас зауч была хорошая, она, например, говорила, вот продлёнка, значит, вы идёте с детьми кушать в столовую, мы шли кушать в столовую, затем у нас была прогулка, мы ходили, гуляли, у нас вокруг школы, хотя это Ташкент, да, вроде бы, но у нас был всегда хороший сад, у нас росли яблони, мы там ухаживали за деревьями, мы просто ходили, гуляли, дети бегали, играли, вот когда они наиграются, потом идём, потом идём, значит, у нас полностью был режим дня, потом идём в школу, где-то они час были на воздухе, потом мы идём в школу, в школе, значит, они опять-таки там немножечко раскачиваются, успокаиваются после этой прогулки, и в 4 часа только мы садились за уроки, хотя заканчивали школу, там где-то в час дня, понимаешь, где-то вот, ну, в начале 10 минут второго, был определённый режим, если кто изучил, это зависит от заучи, зависит от школы, хотя школа у меня была не очень-то и хорошая, обычная школа, обычная школа вот спального района в городе Ташкенте, всё, но у нас вот так вот было, по-другому. Это от человека зависит, нет, не знаю, те, даже другие школы, то, что я видела, и рассказывали мои подружки по дому, которые учились в других школах, то же самое, это такой ужас, и мы все, помню, к 7 часам подтягивались с разных школ домой, в эти пятиэтажные хрущёвки, мы все были варёные, мы ни с кем даже не разговаривали, привет, привет, вот никто не бегал, не играл, ничего, мы были все варёные, и не потому, что варёные там устали, нет, потому что ещё надо было учить уроки, мы не доучивали их, тот кто списал, списал, но всё равно мы их не доучивали, какие-нибудь стихи, там прозу наизусть изучать, это дальше, до 12 ночи, это постоянно, издавая... Да, Света, ты права, основная масса, конечно, оставалась детей из неблагоприятных семей, там, где родители не хотели заниматься своими детьми, это понятное дело, и, конечно, в основном дети эти учились очень слабо, поэтому, может быть, и родители там, естественно, где-то работали, может, на каких-то заводах, обычно дети, конечно, дома, и мамы находят какие-то выходы, если они или работают полдня, когда у них есть школьники, либо они как-то бабушек своих подтягивают, мам, чтобы они, в общем-то, помогали с детьми, чтобы дети сильно не уставали, обычно так это бывает, конечно, но, видишь, по-разному же, но всё равно я хочу сказать, что всё равно в школе зависит от учителей, зависит от коллектива, зависит от зауча, только человеческий фактор, как называют дурацкие словосочетания, но так оно и есть, только зависит от человека, если человек человечный с совестью, значит, он так и относится, так же, как я и говорю, у меня была учительница по русскому языку, единственная, со всех учителей, она единственная, она была человечная, а остальные наплевать, господи, как наплевать, это я говорю про украинскую школу в Тернополе, вот скажу на весь эфир, на весь этот мир, 12-я школа, город Тернополь, чтоб вас чёрт забрал, там-то такая училка по математике была, она когда говорила, надо было уши закрывать, потому что она ссыкала, и вот это ссык, вот так резко по ушам, вот, счасть, систь, систь, чтоб тебя чёрт забрал, ох, как она ненавидела всех, ну, Теточка, я сама в школе училась, у меня такая школа была хорошая, мне так нравилось учиться в школе, хотя я тоже, как Слава, уроки не делала никогда, дома вообще мне было лень делать уроки, дома обычно другие, я лично спортом занималась, мне всегда было некогда, списывать я, конечно, ни у кого не списывала, почему-то их делала за три секунды, а устные, такие, как историю, литературу, вообще географию, я всегда читала на перемене их, ну, это тоже, я тоже, всё, понимаешь, вот как-то, или, допустим, историю, помню, нас спрашивали, именно пересказ, да, и вот там маленькие абзацы такие, вот мы раз прочитаем этот абзац, да, выйдешь, расскажешь, пятёрку получишь, пока, значит, твой же, тебя, допустим, не спросили, а твоего одноклассника спросили, пока твой одноклассник рассказывает, ты читаешь следующий абзац, вот, а, в голове, в голове ничего не укладывается, потому что тут же это всё вылетает, это какая-то очень быстрая, скоростная память, вырабатывалась, но это мы так вырабатывали, не один год на уроках истории и географии, географии, да, то же самое мы так же, так же мы делали, ладно, Бог с ним, как есть, так и есть, к сожалению, к сожалению, так и есть.